Уважаемые друзья, Исокогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию День медицинского работника. Каждый год День медицинского работника отмечается в России в 3 воскресенье июня. Почитают всех, чья деятельность связана с медициной. В профессии врача всегда относились с большим уважением, ведь без нее невозможно развитие государства. Раньше День медицинского работника отмечали в неофициальной обстановке, каждый регион по своему усмотрению. И только в 1980 году праздник утвердили на самом высоком уровне. На этот счет издан указ Президимого Верховного Совета СССР. Разумеется, медиков в их профессиональный праздник надо поздравлять словами, желать им сил в нелегком деле и терпения. Накануне профессионального праздника, отличившиеся своими успехами и достижениями, получают грамоты, ценные подарки, денежные поощрения. У врачей есть две государственные награды – заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации и заслуженный врач Российской Федерации. И та, и другая – это признание таланта и самоотверженности человека, посвятившего этому нелегкому делу всю свою жизнь. Ежегодно, в канун Дня медицинского работника, в Москве проходит награждение лучших врачей России – национальной премией призвания. В 2022 году мероприятие состоится уже в 22-й раз. Премия вручается лучшим врачам страны, а также представителям немедицинских специальностей, внесшим большой вклад в развитие медицины. Главный устав и Библия для медика – это клятва Гиппократа. Это моральные и этические нормы поведения, которые целитель Гиппократ записал в III столетии до н.э. С годами они видоизменились, дополнились. Но основные принципы остались прежними. Клятву Гиппократа дают выпускники медучреждений при получении диплома. Медицинский работник – одна из самых старейших и востребованных профессий, которой можно смело гордиться. Впервые термин «медицина» в нашей стране был употреблен при Петре I. Сам император придавал большое значение врачебному делу, открыв в 1707 году госпитальную школу, а в 1764 – медицинский факультет при Московском университете. Медицина в России тех времен преобразовалась из народной в научную. В 1718-1720 годах открылись первые госпитали в Петербурге и Кронштадте. Государство делало упор на развитие военной медицины. Единственным источником медицинской помощи в провинции 19 века служили травники и целители, которые принимали больных за деньги и или иные подношения. Не в каждом уездном городе имелся профессиональный лекарь. Врача приходилось выписывать из губернского центра. На селе первые доктора появились с развитием земской медицины. Земская медицина – первая в Российской империи форма медицинского обслуживания сельского населения, возникла сразу после отмены крепостного права. С 1897 года к путь медицинским профессиям был открыт женщинам, когда в Санкт-Петербурге был учрежден Женский медицинский институт, чтобы обеспечить кадрами в первую очередь сельские и национальные регионы, где женщины нередко стеснялись обращаться за помощью к врачам-мужчинам. В начале 20 века русская медицина получила международное признание. Физиолог Иван Петрович Павлов и микробиолог Илья Ильич Мечников были удостоены Нобелевской премии. Русские ученые провели новаторские исследования структуры мозга, стояли у истоков новых областей медицины – судебной и психиатрии, гинекологии и гигиены, были основоположниками электрофизиологии и электрокардиографии. В стране издавалось 150 научно-медицинских журналов. Медицина – древняя наука. Все, кто решил связать с ней свою жизнь, занимаются благородным жизненно важным делом. Профессия медика очень востребована, требует большого опыта и ответственности. У профессионального праздника День медика нет фиксированной даты. Впрочем, неважно, на какое число он приходится, без поздравлений никто не останется. Вы пациентам вместо «до свидания» с улыбкой говорите «Будь здоров!» За ваши каждодневные страдания Россия поздравляет докторов. И вы примите наши поздравления. Желаем крепкого здоровья и любви. И чтобы только лучшие мгновения вас в жизни радовать могли. Продолжение следует...